Добрый вечер, в эфире новости на Саха-24 в студии Павел Танин. Якутские впервые провели операцию по пересадке кожи, выращенной из собственных клеток пациента с ожоговой раной. Это результат совместной работы Минздрава Республики, СФФУ и Института Вишневского. На базе клеточной лаборатории Минздрава Республики вырастили фибробласты. Новые клетки производят из собственных клеток кожи пациента. Специалисты ожидают, что операция даст хороший косметический эффект и приживется в более краткие сроки. Врачи намерены работать над усовершенствованием клеточной технологии и планируют применять такой метод лечения для пациентов с обморожением. Когда мы пересаживаем собственную кожу пациента, аутолоскут, все эти многие годы, естественно, сохраняется и волосяной фолликул, и частично потловое железо, где есть возможность, и лоскут берется полнослойный. В случае, когда мы, ну вот чтобы вы понимали, кожа, аутолоскут, он перфорирован, он в виде сеточки. Где сеточка из собственной кожи, там все структуры кожи сохраняются. Там, где перфорированное отредство и там, где заживляются при помощи собственных аутолоскутатов, естественно, роста там в заново волосяной фолликул восстановить, конечно, нет. Досрочных выплат пенсии за следующий месяц в декабре не будет. Выплаты и доставка их и других социальных выплат за январь сделают по графику. 1, 2, 7 января для отделения почтовой связи установлен выходной день, поэтому пенсии выплатят 5 и 6 числа. А по доставке на дом в Якутске изменений нет. Выплата будет произведена по графику. Во всех остальных районах республики доставка пенсии будет произведена по графику, но, опять же, за 7 января почта выплатит пенсию 5 и 6 января. Тем получателям, которые получают пенсию в кредитных учреждениях, график остается прежним, но по договору перечисление денежных средств будет осуществлено в первый рабочий день после праздничных дней. Проезд в автобусах Якутска поднимется до 30 рублей. Об этом сообщил глава города Айсен Николаев на встрече с главными редакторами средств массовой информации. Новость вызвала немало обсуждений среди общественности. Когда подорожает перевозка и будет ли альтернатива более дешевого проезда, узнавала Серглана Захарова. Ежегодно тарифы на перевозку в автобусах неизбежно повышаются. На процесс влияют инфляция, подорожание топлива и другие факторы. В 2018 году повышение ожидается сразу на 5 рублей. Если сегодня за наличный расчет одна поездка обходится в 25 рублей, то в следующем году она может повыситься до 30. Изменения горожанам стоит ожидать в конце первого квартала. Планируем вообще поднять на оплату проезда за наличный расчет. То есть карты у нас остаются на прежнем уровне. Ультралайт это у нас 60 поездок, которые действуют в месяц по 16 рублей за одну поездку. 40 поездок у нас 18 рублей и 20 поездок у нас 20 рублей. Транспортная карта остается на прежнем уровне 21 рубль. Так, несмотря на удорожание, пользователи общественного транспорта могут выбрать более дешевую альтернативу. Кстати, вариантов оплаты станет еще больше, а в применении в разы удобнее. Реализовать оплату не только транспортными картами, проездными билетами, но также можем оплачивать с помощью обыкновенных банковских карт, с использованием бесконтактных технологий, такие как ПВ и Пайпас, оплачивать картами виртуальными. Также появляется новая карта с онлайн-пополнением, которую можно будет также пополнить через мобильное приложение. Таким образом, с новыми способами оплаты отпадает необходимость обращаться в отделение банков, чтобы пополнить счет. Также нововведение позволяет сэкономить немалую статью расходов компаниям-перевозчикам. Фонд зарплаты и кондуктора только в МУП и ПАК составляет порядка 40 миллионов рублей в год. То есть это позволяет снизить затраты так же, как и в муниципальном и в коммерческом транспорте. Ну и самое главное, во главе всего все-таки стоит это удобство пассажиров, чтобы можно было спокойно, доступно получить кассовый чек об оплате и оплатить с любого устройства. В целом, сегодня различными способами электронной оплаты пользуются уже больше половины горожан. Это, как говорят сами водители, намного облегчило работу и в то же время повысило ответственность пассажиров. Уже народ привык, уже не так объясняешь, уже все, народ привык и сознательно нормально работает. Ленская ЕДД стала лучшей в республике и это уже в третий раз. Звание лучших стало самым дорогим подарком к пятилетнему юбилею. Наша съемочная группа провела один день с сотрудниками службы и узнала, как работает единая диспетчерская и как она взаимодействует с другими структурами города и района. Диспетчеры ЕДДС работают круглосуточно. Они принимают сообщения о любых происшествиях, анализируют их, собирают всю необходимую информацию об авариях на инженерных сетях, ДТП и других происшествиях. ЕДДС находится в постоянном взаимодействии со всеми структурами города и района. ЕДДС как раз та служба в городе Ленске, которая, можно сказать, выручает управляющие компании, помогает в работе и круглосуточно реагирует на эти просьбы жителей. То есть они все равно найдут решение, они все равно найдут нас, то есть доведут доведение не только нашей управляющей компании, но и других. В штате Ленской службы 11 сотрудников. Два человека посменно находятся на боевом посту. Алгоритм действий сотрудников службы просчитан до мелочей. Их задача свести воедино всех специалистов, которые могут решить ту или иную ситуацию. ЕДДС это центр, который аккумулирует здесь всю информацию, которая сюда собирается, ее анализируют для того, чтобы была скорейшая и оперативная возможность для предотвращения той или иной чрезвычайной ситуации, либо аварийной ситуации, для того, чтобы ее можно было ликвидировать в кратчайшие сроки. Однако в службу 112 леча не звонят не только по вопросам чрезвычайных ситуаций, когда требуется помощь полиции, скорой или спасателям. Зачастую ЕДДС воспринимают как информационную службу. Такие звонков в десятки в день. Столько же звонков поступает и по вопросам ЖКХ. В последний час нашего дежурства поступило еще несколько звонков. На этом смена закончилась. Можно подводить итоги. В среднем за смену где-то около 200 звонков поступило, из которых, конечно, ЖКХ и энергетики были. Была отработана заявка по пожару, которая была в оперативном режиме отработана. Но так как произошло все без жертв, смена прошла спокойно. Во время смены сотрудниками ЕДДС ведется и постоянный контроль за ситуацией на городских дорогах. Он осуществляется посредством системы ГЛОНАСС. Здесь мы можем проконтролировать ситуацию на дорогах, на каких-либо местах общественного, массового скопления населения. Поэтому это удобно и в работе для силовых структур, таких как ОМВД, но и для нас для контроля ситуации, потому что мы, следя за камерами, можем своевременно сообщить о том или ином происшествии, если оно у нас выведено на экран. Теперь становится понятно, насколько важна и нужна единая диспетчерская служба всему населению Ленского района. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НЛК САХ, Ленск. Якутский городской суд начал рассматривать уголовное дело Бориса Попова в ходе открытого заседания. Прокуратура инкриминирует эксглаве Нюрбинского района два эпизода превышения должностных полномочий. По версии следствия, Попов нанес крупный ущерб бюджету республики при строительстве школы в селе Кюндядя и стадиона в Нюрбе. Сегодня суд заслушал сторону обвинения. Подсудимый свою вину не признал. Следующие судебные заседания назначены на 29 января и 2 февраля. Тогда в суде выступят свидетели и только после суд заслушает самого Попова. В Абыйском районе стартовал пилотный проект по организации высокоскоростной спутниковой связи. В поселке Белая гора запустили дополнительный канал, который позволяет расширить доступ абонентов в интернет. Такой вариант связи реализуют впервые. Его задача снизить себестоимость трафика через порталы в Якутске и Хабаровске. В ближайшее время подобные станции должны установить в селе Усюнкюэль Верхнеколымского района и в селе Хатынах Среднеколымского. В настоящее время в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии нет альтернативы использованию космических спутников для организации каналов связи. ГУП Технический центр телевидения и радиовещания по республике Саха-Якутия для развития спутников связи и к доступу к интернету совместно с нашими партнерами ФГУП «Космическая связь» и сайте СТЛ-95 запустили пилотный проект в тестовом режиме на 2 месяца. Скорость спутников канала 10 мегабит в секунду. Для населения это даст высокоскоростной доступ к интернету, снижение тарифов. Ну, соответственно, с нашей стороны все задачи выполнены, ждем положительного результата. Сегодня в стране отмечают День спасателя. Этот праздник считается главным для сотрудников МЧС России. Именно в этот день, в 1990 году, был учрежден Российский корпус спасателей, позже переформированный в МЧС. Сегодня на территории республики несут дежурство тысячи спасателей пожарных, большинство из которых владеют сразу несколькими специальностями, к примеру, альпиниста, водолаза, парашютиста и парамедика. Они могут работать на воде, на суше и в воздухе в любых климатических условиях. Сотрудникам вручили ведомственные награды и грамоты. Лучшим спасателем якутского поисково-спасательного отряда МЧС стал Вадим Захаров, который в составе оперативной группы в этом году более месяца работал в Среднеколымском районе во время паводка. Каждый день приходила вода, там получается равнина по сантиметру, по четыре в день прибывала, прибывала и прибывала до осени. Эвакуировали гуманитарный груз, доставляли, перевозили детей, детей отправляли. Получается, министерство отправляло детей в Сочи, в курорты отправило детей. Ну и поселок помогали углевым и так далее. Разгрузки, погрузки восстанавливали, помогали вещи поднимать, ну и все вытекающие. В Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Якутске прошел новогодний праздник в рамках всероссийской акции «Старость в радость». Его организовали неравнодушные горожане. О том, как это было, расскажет Марьяна Кутыкова. Всероссийская акция «Старость в радость» стартовала в этом году впервые. Ее цель – не оставить без внимания пожилых людей в преддверии Нового года. В Якутске первыми это благое дело поддержала группа добровольцев «Ваши друзья». 30 неравнодушных горожан сделали своими руками символические подарки. Добровольцы приезжают в дом престарелых не первый раз. Повели три образовательных мероприятия, три мастер-класса. Очень воодушевились, потому что не только понравилось им, но и нам тоже очень понравилось. Исходя из пожеланий, мы планируем в дальнейшем сотрудничать, проводить такие мероприятия. Перед Новым годом решили также их поздравить, собрали подарки. Постояльцы дома престарелых, несмотря на возраст, плясали и праздновали лучше молодых. Подготовили песни, танцы и яркий маскарад. Сами видите, какой праздник организован, умело, от души. Я хочу большое спасибо сказать нашим друзьям. Теперь мы их имеем, мы будем с ними общаться, мы еще лучше будем жить, еще интереснее. Здоровья, счастья и дружбы, чтобы мы вот так дружно, как всегда, так и продолжали жить. Оказать внимание всем пожилым людям в республике может любой желающий. Всероссийская акция «Старость в радость» продлится до середины января. В этой всероссийской акции присоединились 25 регионов. Один из них – это наша республика. И в нашей республике сказалось, что 15 домов престарелых. Акция продлится до 14 января. И желающий может принести любой подарок в Ленина 15, в кабинете 217, в будний день рабочий. Подарки можно не только принести, но и подарить лично. Организаторы готовы взять всех желающих в дома престарелых. Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск. К этому часу у нас все. В 20.44 мы расскажем о главных событиях уходящего дня. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok